Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Они занимаются этим делом с 90-х годов, а наш зверик, почетный гость нашего фестиваля от Херсонской ассоциации воздушных змеев, так он больше 60 лет этим занимается. Как раз, если говорить об этом почетном, по сути, гости с соседней области, были мастер-классы от него заявлены, научились ли николаевцы делать воздушных змеев? Поверьте, мастер-классов прошло через их руки очень много, детям было интересно, остолбились, больше 100 людей получили навыки делать эти воздушные змеи. Я думаю, что на следующий год, мы планируем, что мы продолжим эту традицию, будет уже больше со своими, приедут уже дома сделанные. Это был первый международный, уже заговорили за второй, поэтому что и как планируете ли уже сейчас, или возможно получили от тех почетных гостей, которые привозили своих змеев, подтверждение, что в следующем году обязательно будем? Да, мы получили подтверждение, сказали, они были в восторге от нашего фестиваля, учитывая, что мы его делали первый раз в своей жизни, не просто как фестиваль воздушного, а вообще в своей жизни, я что-то подобное делаю в первый раз. Поэтому мне было приятно услышать от них о том, что сказали, это было на очень достаточно высоком уровне, было организовано. Понравилось очень сильно, сказали, это один из лучших, на которых они были, потому что за границей, как правило, такие фестивали просто собирают любителей воздушных змеев, это, как правило, проходит на побережье моря или реки, и вдоль побережья на песку запускают. У нас же это больше как было народное гуляние, с музыкой, с мастер-классами, со всем. Такой open air, прям во всем его понимании. Да, вот именно семейный отдых, пикник массовый, скажем так, поэтому они этим форматом были очень удивлены и довольны. Я сейчас, опять-таки, за вашей спиной вижу еще одно видео, хочу, чтобы его видели зрители, и вы, соответственно, тоже. Это, я так понимаю, снимали змеев со всех ракурсов, с земли, со стороны, с другой стороны реки. И вот даже из неба тоже снимали. Вот так выглядела территория фестиваля, видим количество людей внизу. Шикарно, шикарно. Круто. А погода какая, посмотрите, какие тучи. Я когда смотрю фотографии, ну, облака, я смотрю, когда фотографии, такое впечатление, что это, ну, приукрашено фотошопом. Настолько красочные, зелень внизу, облака, голубое небо вверху, вот эти вот змей. Облака больше того, даже в форме сердца многие были, да. Да, да, символично. Так что я хочу сказать, что природа помогла все-таки организовать этот фестиваль. Вам огромное, конечно же, спасибо, что на Николаевщине провели вот такой фестиваль, такого уровня. Ну, и вместе с тем такого еще не было, и будем надеяться, что теперь будет. Второй вам сил. Может, даже в следующем году и второй, и третий. Потому что многие писали в Фейсбуке, что давайте еще, реально, давайте еще. Знаете, задумок много, идей много, и даже есть мысли совершенно еще новой темы сделать фестиваль, который тоже в Украине нет, популяризированных таких. Ну, посмотрим, идей много, главное, чтобы их поддержали. Дерзайте, я думаю, что зрители будут, уже тем более знаю, как вы умеете организовывать, а приедут обязательно. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я нагадую, еще раз, что сегодня спілкувалися и с организаторами фестиваля поветренных змей, главой Громадской организации «Сила Еднання» Тетяна Юбисмешчук, а та главой осередку Громадской организации «Молодь Демальянс» у Миколаевской области. А не без которого вам величезно дякую.